Когда после обращения друг к другу, товарищ, нам предложили заменить его на господин, многие растерялись, особенно после того, как посмотрели на себя в зеркало. Ну, можете себе представить? Всю жизнь нам внушали, что господа – это паразиты на теле общества. А теперь это стало быть мы. Разве можно так сразу такое принять? Вообразите, человеку нужно было пойти отоварить свои талоны на продукты, и в том числе и на водку, потому что иначе фиг поешь и выпьешь, господа. Вот что творилось в 90-м году. Господа! Господа! Сейчас телевизор включаешь, все время господа. Ну, я тоже решил господой стать аристократой. Фамилия, правда, у меня не аристократная. Мурдаков. А я ее продлил, получился Мурдакаевский. И добавил титул еще себе – князь. Князь Мурдакаевский. Шил себе фрак, к пиджаку пришил две штанины. Здорово получилось, только разного цвета. Бабочку соорудил из лифчика жены. Тоже княгиня. Утром откушаем ши-чаю. Жена говорит – князь, «Не соизвольте ли отоварить талон на водку? А то ведь и пропадут. Ядрёный вошь. Ну, между нами, князьями, говоря. Ну, извольте, мадам. Надел фрак, лифт, бабочку и двинул, значит. Смотрю очередь за водкой. Кто последний? Последний оказался алкаш второй гильдии. Барон Водуплеевский. В полуфраке из тела грейки поверх полумайки. В валенках на босу ногу. После выхода из дворянского наркологического собрания. Я раскланялся. Две дамы присели в реверансе. Одна так и осталась. Ну, на ней был рюкзак с порожней посуды. Сразу видно – маркиза. Помпадура. Князь, – промолвил барон, тут перед вами стояли еще два графа с графином. Так что ваш номер за водку – 843 до нашей эры. Запишите, запишите на манжете. Я достал из кармана манжет и записал. Скажите, барон, отчего же такое столпотворение? По-моему, некоторые дворяне прут без очереди. Это придворный князь. Вон тот в одних трусах Григорий Распутин. А без трусов – граф Менщиков. Из магазина доносились голоса – «Я посол! Я турецкий посол!» А женский голос – «Посол ты!» Из магазина выскочил радостный герцог с двумя оськами водки. От радости споткнулся – «Бздынь!» Он склонился над грудой стекла и горько заплакал. А кто-то в очереди закричал – «Смотри, богатые тоже плачут!» Вот такие мы теперь, господа! Господа! Господа!